Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». 16 ноября на календаре. Четверг, а на ваших экранах самая яркая, позитивная и познавательная передача «Островного телевидения». Я ее ведущая Юлия Бель. Вот что нас ждет в этом выпуске. Народный календарь. Расскажем, чем занимательна сегодняшняя дата. Курьезы из жизни. Посмотрим подборку несерьезных новостей со всего мира. Главное – детали. Узнаем подробности организации фото-выставки в жанре «Минимализм». Будь на высоте. Лариса Вишнякова объяснит, как пользоваться сияющей пудрой. Поймите правильно. Разберем значение и происхождение фразеологизма «Играть в жмурки». Символ супружеской верности и цель браконьеров. Расскажем интересные факты о «Лебеде Кликуни». Заряжайся бодростью. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. У десятка стран в мире на 16 ноября найдется свой праздник. В Исландии, например, сегодня отмечают День родного языка. В КНДР – День матери, а в России – День проектировщика. Государства живут по-разному, но у всех нас объединяет общее информационное пространство. И тому, чтобы узнать интересные факты о сегодняшней дате, границы и различия не мешают. 58 лет назад в СССР запустили беспилотный космический корабль «Венера-3». Его конструировали для исследования второй по счету планеты Солнечной системы. Старт прошел на космодроме Байконур в 7 часов 19 минут утра по московскому времени. 1 марта 1966 года станция достигла поверхности Венеры. Данное о планете передать не удалось. Система управления аппарата вышла из строя. 16 ноября в календаре праздников – Всемирный день философии. Его учредила ЮНЕСКО в 2005 году. Дата торжества всегда меняется. Его отмечают в третий четверг месяца. Философия изучает природу реальности и существование. А дословно термин означает «любовь к мудрости». Впервые он прозвучал в Древней Греции. 16 ноября древние славяне предпочитали оставаться дома. Мам бытовала примета, что в людных местах можно притянуть к себе негатив и беды окружающих. Девушкам не делали комплиментов. В противном случае красавицы могли лишиться того, за что их хвалили. Еще наши предки верили. У тех, кто родился в 16 день последнего осеннего месяца – золотые руки. Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела. Сегодня астрологи советуют знаком зодиака даже не надеяться на мирное разрешение конфликтов. Дипломатия и проявления такта будут бесполезны. 16 ноября лучше вовсе не ввязываться в спорные ситуации. Также звезды сулят море как приятных, так и не очень сюрпризов. Главное – не поддаваться негативным эмоциям. В одном из итальянских городов из цирка сбежал лев. Царь зверей свободно гулял по улицам, пока власти призывали жителей не покидать дома. На поимку хищника выдвинулся вертолет, а полицейские использовали приборы ночного видения. В итоге беглеца удалось временно усыпить. На воле он пробыл 6 часов. Другие интересные новости в нашем обзоре социальных сетей. В сети представили тизер нового российского анимационного сериала «Невский». Действие мультфильма разворачивается в культурной столице Санкт-Петербурге. По сюжету древний богатырь Лешка Муромец собирает команду для борьбы со злом. Мультсериал создали по мотивам комикса. На большие экраны он выйдет в 2024 году. На гавайском острове Мауи вода в озере стала розовой. Водоем расположен в местном национальном заповеднике дикой природы. По словам ученых, неестественный цвет озеру придало большое количество галлобактерий. Из-за засухи на островах снизились запасы пресной воды. В свою очередь соленость водоемов резко повысилась. Это и стало благоприятной средой для развития одноклеточных организмов. Жительница Москвы спасла желтую трясогуску. По словам девушки, птица упала прямо к ней в руки и повисла на шнурке толстовки. Спасительница предположила, пернатая очень устала и замерзла, либо наелась за бродивших ягод рябины. Москвичка отнесла трясогуску на работу. Там птица отогрелась и улетела. В московском зоопарке поселились самые большие аисты в мире. Седоклювы и ебиру занесены в Красную книгу. Зиму самец и самка проведут в теплом деревянном домике. Из интерьера внутри бассейны растения. Сегодня с аистами работают орнитологи. Они помогают птицам адаптироваться к новой обстановке. Когда пространство вокруг перенасыщено информацией, когда из пестроты жизни уже сложно выделить для себя главное, хочется отойти на пару шагов назад и выдохнуть. Так говорят о фотовыставке в жанре минимализма и организаторы. Василиса Долгушина узнала все подробности. Open Call, что в переводе «Открытый конкурс». Такое название дали первому на Сахалине фестивалю фотографий. Он состоится в столице островного региона 26 ноября. Проект реализуется впервые, поэтому организаторы не стали делать его масштабным. Фестиваль пройдет одним днем. Главная тема – минимализм. Это какой-то, наверное, такой, не знаю, мы в очень перенасыщенное время живем, когда очень много информации какой-то вокруг. И это, ну, такой хороший, мне кажется, повод сконцентрироваться на чем-то. Вот, и максимально от этой информации отстраниться, отградиться, смотреть вот куда-то, не знаю, в корень самое главное для себя выделить. Вот этому будет посвящена выставка. Для участников и гостей в фестивале организаторы подготовили разноплановую программу, к примеру, круглые столы и мастер-класс. Если первое создано для членов жюри, то второе – для начинающих художников съемки. На мастер-классе расскажут о том, как люди печатали фотографии 200 лет назад. Начнется он в 11 утра и закончится в 4 часа дня. Портфолио «Ревью» тоже, насколько я знаю, первое будет на Сахалине. То есть молодые авторы какие-то смогут принести, показать свои работы каким-то более компетентным, более зрелым фотографам, которые уже давно этим занимаются. И какие-то комментарии получились, куда им двигаться, над чем работать. То есть довольно полезный формат. Основная часть фестиваля – выставка. Именно там разместят работы фотографов. Подать заявку на участие может любой желающий. Для этого необходимо написать на электронную почту Алексея Жвалика. Указать фамилию, имя отчества, контактные данные и прикрепить к письму 5 фотографий в стиле «Минимализм». Абсолютно нет никаких требований. Главное – придерживаться тематики выставки. У нас буквально на выходных география расширилась. Прислали работы из Китая, из Японии, из Белоруссии, из Москвы, из Питера. То есть география достаточно широкая. Мы, конечно же, очень сильно хотим, чтобы было как можно больше участников из Южно-Сахалинска, а вообще, в принципе, из Сахалина. Фестиваль пройдет на первом этаже арт-резиденции «Маяк». Она расположена на улице Ленина, 150. Выставка фоторабот будет открыта для всех с 26 ноября по 3 декабря с 10 до 22.00. Вы знали, что во времена Леонардо да Винчи европейские красавицы сначала пудрили волосы? Они так сильно посыпали порошком голову, что он осыпался на лицо. Так модницы узнали о чудесных маскирующих свойствах этого средства. И оно перекочевало на кожу. Эфир продолжит рубрика с бьюти-экспертом Ларисой Вишняковой. Доброе утро! Сегодня я расскажу вам, что такое сияющая, мерцающая пудра и как правильно ее нанести. Сияющая пудра способна в два счета скрыть следы усталости и помочь даже самому заядлому трудоголику выглядеть шикарно. Сегодня у меня в гостях модель Татьяна. И на ней я вам покажу пошаговый план. И далее мы нанесем сияющую пудру. Изначально мы подготавливаем наше лицо к нанесению макияжа. Это, может быть, ваш уходовый крем по типу кожи. Наношу его массажными движениями на все лицо. С утра так приятно сделать себе массажик. Хорошо распределяем. Все, нанесли. Теперь по правилам у нас может быть основа под макияж. Но если вы не пользуетесь базой, то вы сразу можете приступать к тональному средству. Берем тональное средство, кисточку синтетическую, плотную. И разношу на все лицо. И разношу на все лицо. Тон у нас легкий, такой текучий. Он не плотный. И поэтому кожа выглядит живой. И на ней не видно тонального средства. Что как раз таки нам и нужно. Зону под глазками мы можем освежить с помощью консилера. Возьму светлый, светлый, такой увлажняющий консилер. И нанесу под глазки. Немножко высветлю центральную часть лица. Вот так я наношу сюда и немножечко сюда. И начинаю все растушевывать. Этой же кисточкой можно. Либо можно влажным спонжем. Далее, чтобы наш тон продержался намного дольше и был устойчив, мы нанесем классическую рассыпчатую пудру. Беру пудру. Немножко на руку насыпаю. Для нанесения пудры нам понадобится пушистая кисточка. Набираю. Немножко излишки стряхиваю. Пудру разношу на все лицо. Она может быть компактная, может быть рассыпчатая. Но у меня в моем случае рассыпчатая. Я почему-то их больше люблю. Ну и теперь перейдем к сияющим текстурам. Сияющая пудра может быть мелкая. Мелкие дисперсии, мелкие сияшки. Я сейчас вам покажу. И может быть крупные. Если продукт с мелким сиянием, то такую пудру мы можем нанести на все лицо. Тогда будет такой эффект отдохнувшей кожи. Даже если вы очень устали, то это прям будет палочкой-выручалочкой. То есть зрительно не будет казаться, что есть какие-то блестки, а просто лицо будет ровным и сияющим. Если у вас пудра уже более с яркими частичками, с выраженными блестками, с сиянием, то такую пудру мы наносим локально на выступающие участки. Вот такая пудра у меня, она с более выраженным сиянием, поэтому на все лицо мы такое не наносим, а наносим только на выступающие участки. Это над скулой, на спинку носика, немножечко над галочкой над губой, чуть-чуть на подбородочек. Знаете, на подбородочек я не всегда люблю такое сияние, но вот главное, чтобы вот здесь вот над скулой у нас был такой прям эффект свечения. Вот такой вот сияющий макияж у нас получился. А я желаю вам сиять везде и всегда. Экспериментируйте, пробуйте. С вами была Вишнякова Лора. До новых встреч! Без задней мысли. Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что человек не имеет никаких тайных умыслов и не задумал ничего плохого. Объяснить эту фразу легко. Мы видим только то, что находится впереди, а то, что сзади, за спиной, неведомое, а значит опасное. О происхождении и значении другого фразеологизма расскажет моя коллега. Русский язык – язык, созданный для поэзии. Он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков. Так сказал французский писатель Проспер Мериме. Возьмем на заметку. Играть в жмурки. В основе выражения детская игра в жмурки. От глагола «жмурить», «жмуриться», «жимовики». Эта игра стирала грани между сословиями, возрастом и интересами. Со временем о ней узнали и в Европе. Так, жмурки стали прототипом многих вариаций игр под названием «слепая курица», «слепая корова» и так далее. Но суть при этом оставалась неизменной. Водящему завязывали глаза, и тот вслепую старался поймать остальных игроков и назвать их пойменно. Сам же фразеологизм «играть в жмурки» употребляют по отношению к тем людям, которые скрывают друг от друга свои мысли, утаивают истинные намерения. Используйте эту фразу правильно и к месту. Ведь, как сказал Виктор Гюго, красивые выражения украшают красивую мысль и сохраняют ее. Лебеди, пожалуй, одни из самых любимых народом птиц. Как лебедушка плывет, говорят о девушке с красивой походкой. О лебедях слагают песни, им посвящают стихи. В фольклоре они символ духовной чистоты, непорочности и супружеской верности. А в Красной книге вид, который нуждается в охране. Народная легенда гласит, Лебедь-клейкун поет только один раз в своей жизни, когда предчувствует гибель. Голос его напоминает плач, полные страдания. Сегодня эта грациозная птица признана исчезающим видом. В мире насчитывается всего 180 тысяч особей. Клейкун обладает широким ареалом. Он селится от побережья Скандинавии и Шотландии до Сахалина и Чукотского полуострова. Для гнезд чаще выбирает тихие водоемы, реки тайги и леса тундры. Птица редко покидает дом, она крайне неповоротливо на суше. Зато на воде лебедя сложно поймать даже на моторной лодке. Строение тела позволяет ему развивать скорость до 80 км в час. От холода клейкуна защищают теплый пух и богатое оперение. От естественных врагов – мощные крылья, которыми птица наносит удары в случае нападения лисы или енота. Единственные перед кем лебедь беззащитен – охотники и браконьеры. Угрозу для клейкуна представляет и потеря привычной среды обитания. Из-за хозяйственной деятельности человека, вырубки лесов на берегах рек, возведения газ, а также развития туризма в местах гнездования птиц все меньше остается спокойных и чистых водоемов. Лебедь клейкун занесен в Красную книгу России и во все региональные. Охота на птицу строго запрещена. Кроме того, существует несколько международных конвенций, согласно которым страны принимают меры для стабилизации популяции. Вкусно и сытно поесть важно всегда, но особенно сегодня. Ведь 16 ноября в мире отмечают день борьбы с анорексией. Это синдром, при котором у человека полностью отсутствует аппетит, несмотря на то, что организм нуждается в питании. Часто у этой болезни есть психологические причины – недовольство собой и стремление к худобе. Но мы-то с вами знаем, что красота человеческой фигуры зависит не только от диет, сколько от здоровья и заботы о себе. Передаю слово нашему фитнес-тренеру. Доброе утро! Сегодня я поделюсь с вами очень полезным упражнением, которое поработает над нашей задней линией. В частности, подарит нам не только эластичность, но и также здоровье нашей спине. Мы улучшим артикуляцию нашего позвоночника. Использовать мы будем вот такой вот мяч для пилатеса. Если его дома не найдется, ничего страшного, вы можете использовать, по сути, даже мягкую какую-то небольшую подушку. Но к мячу мы с вами вернемся чуть-чуть позже. Я покажу упражнение roll down, которое можно использовать без оборудования или с помощью своих рук. Итак, мы встаем в положение, в вертикальное положение. Стопы у нас находятся на ширине тазобедренных суставов. Стопы у вас находятся параллельно друг друга. То есть пальцы направлены вперед, пятки направлены назад. Вытягиваемся за макушкой вверх и представляем позади себя стену, где затылок, лопатки, крестец, икры и пятки прижаты к этой стене. Нам эта ассоциация будет помогать в дальнейшем двигаться от этой стены. Итак, вытянувшись вверх, представляя стену позади себя, мы начинаем сегментарно отклеиваться от этой стены. А именно, мы начинаем отклеивать затылок от стены, вытягиваясь за макушкой вверх. То есть нам нужно тянуться нашими шейными позвонками вверх. Не просто опустить голову и прижать подбородок, а именно раскрыть. То есть наша задача раскрыть полностью позвоночник. Итак, мы делаем вдох. С выдохом начинаем тянуться макушкой вверх, оставляя пространство между подбородком и грудным отделом. Толкаем шейные позвонки вверх. Пятки выталкивают пол. Затем мы скручиваемся чуть-чуть больше. Наши плечи уходят вниз. То есть они уже, плечи, отклеиваются от стены воображаемой. Затем мы отклеиваем грудной отдел. Таз у нас остается стабилен. То есть мы таз никуда не смещаем. Это упражнение не так легко выполнить, как может показаться на первый взгляд. Вы можете, в принципе, вместе со мной попробовать это сделать. Важно двигаться медленно и стараться уделять внимание каждому позвонку. То есть задействовать каждый позвонок в этом движении. Мы опускаемся еще ниже. Вот у нас уже плечи отклеились от стены. Затем лопатки. Мы стараемся грудину толкнуть как будто снизу вверх. Опускаемся еще ниже. Таз по-прежнему остается стабилен. И вот здесь постарайтесь свой поясничный отдел раскрыть еще больше. У многих поясничный отдел, он, знаете, как будто бы склеен таким одним большим куском. Вы можете снять себя на видео сбоку и посмотреть, насколько хорошо распределено движение по всему позвоночнику. Часто именно в шейном и поясничном отделе позвоночник у нас сгибается вот такой вот одной ровной линией. А должна быть красивая дуга. Итак, мы сгибаемся ниже и ниже и ниже. Напоминаю, что подбородок вы не прижимаете к грудному отделу. Опускаемся еще ниже, раскрывая поясничный отдел. Наблюдайте за своими плечами, они не должны подниматься вверх к ушам. Опускаемся вниз. И здесь уже, насколько глубоко вы опуститесь, будет зависеть от эластичности задней поверхности бедра в том числе. И здесь нет задачи сложиться в тазобедренных суставах. Важно, чтобы у нас пространство между бедрами и животом оставалось. То есть мы не хотим сложиться в гимнастическую складочку. Нам важно именно раскрыть нашу заднюю линию функциональную. Итак, мы опускаемся вниз, делаем глубокий вдох, раскрывая нашу поясницу еще больше. И с выдохом седалищными костями или копчиком мы начинаем тянуться вниз, раскручиваясь также позвонок за позвонком, возвращаясь к воображаемой стене, приклеиваясь в конце затылком к ней. Как это упражнение лучше прочувствовать и качественнее выполнить? Мы собираем ладони в замок и кладем себе на затылок. Мы начинаем погружать затылок в ладони, то есть толкаем как бы голову назад. И важно, чтобы это движение было именно смещением головы назад, а не запрокидыванием. То есть вы давите затылком в ладони, а ладонями в затылок. И вытягиваетесь еще больше вверх за макушкой. Делаем вдох и с выдохом начинаем уходить в роллдаун. И здесь, поскольку у вас уже ладони находятся на затылке, ваше тело, ваш мозг получает дополнительную информацию, куда нужно выталкивать те самые позвоночки, которые мы хотим с вами раскрыть. Опускаем голову, выталкивая затылок в ладони. Опускаемся еще ниже. И вот здесь вы уже почувствуете натяжение, скорее всего, от наших разгибателей, шеи, то есть от этой зоны, от роста волос, до у кого-то грудопоясничного перехода, а у кого-то даже до области таза. То есть тут опять же будет зависеть, насколько эластичны ваши ткани. Опускаемся вниз. И здесь вы можете постоять несколько дыхательных циклов, пораскрывая шейный отдел, затем опускаемся ниже до грудного отдела, также раскрываем его. Опускаемся еще ниже до поясничного отдела. И здесь вы сбрасываете руки, делаем несколько дыхательных циклов и также опускаемся вниз медленно. Больше уделяйте внимание своему поясничному отделу. Внизу делаем вдох, шея расслаблена, плечи и руки тоже расслаблены. с выдохом пятки толкают пол копчиком тянемся вниз и позвонок за позвонком начинаем снова раскручиваться выходить в вертикальную позицию как можно использовать мяч для пилатеса опять же да у современного человека грудной отдел часто не мобилен то есть вот эта зона наблюдая за подопечными я очень часто вижу что вот эта часть тела верхняя часть тела она просто стоит полом мало двигаемся то есть вообще в принципе в движении движение от как такового в грудном отделе часто у современного человека просто нет и вот то упражнение которое сейчас покажу она поможет добавить мобильности грудному отделу в частности смягчить саму грудину то есть вот вот этот регион мы используем мяч помещаем его в область грудины вот сюда то есть нам мяч дает сейчас информацию куда нам нужно уходить куда нужно проваливаться особенно актуально это упражнение будет для людей с нарушением осанки вдох тянемся макушкой вверх с выдохом начинаем проваливать мяч в грудной отдел то есть туда внутрь и как бы позволяем мячу уходить внутрь и уходим также в roll down то есть мы смягчаем эту зону и эластичности появляется больше поскольку информации наш мозг получает тоже больше и плавно 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 опускаемся вниз мяч можно оставлять также в этой области либо когда вы уже прошли собственно говоря вверх тела до проработали с ним опускаемся вниз и мяч тоже можно опустить делаем вдох и с выдохом возвращаемся уже как в предыдущих версиях упражнение повторюсь на первый взгляд простым кажется но на самом деле она очень полезна абсолютно для всех выполнив его 5-6 раз вы заметите насколько легче станет вашей спине шее и в принципе ногам в том числе то есть вы получите такую знаете свободу всей задней линии 5-6 раз в день выполнив это упражнение улучшится не только ваша осанка но и в целом качество движения я желаю вам отличного дня и отличного настроения будьте здоровы пока пока и напоследок хочу сказать что сегодня отмечается еще один праздник о котором мы пока не вспомнили международный день толерантности а это способность без агрессии воспринимать мысли поведение формы самовыражения и образ жизни других людей даже если они очень сильно отличаются от привычных любите друг друга в студии была юля бень до встречи на солнце тв новый современный торгово-развлекательный центр аллея вас ждут лучшие магазины м-видео детский мир симост бренды одежды девайс лайм бифри зарина и многие другие крупнейший на сахалине гастромаркет арбат где вы можете купить свежие фермерские продукты а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира ждем вас ежедневно по адресу улица фархуддинова 3 макия 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 макия